На стадионе Авангард прошел 16-й турнир РФЯ ЦВНФ по спортивному пинтболу «Ядерный удар». Соревнования собрали всех любителей пинтбола и тех, кто только делает первые шаги в новом для себя виде спорта. Виктор Маслов участвует в турнире по пинтболу «Ядерный удар» во второй раз. Когда мужчина узнал о событии, то решил собрать команду. Для него пинтбольные состязания – возможность активно провести выходные, получить заряд положительных эмоций, почувствовать адреналин и азарт во время игры. Хоть высоких целей команда и не ставила, но все-таки настроила себя на то, чтобы стать лучшими среди своей категории. Главное – выиграть всех тех же, таких же научков, как мы. Тут есть пара команд, которые прямо занимаются опытом. Им тоже хотя бы двух, да выкосить надо. Новые друзья, знакомства, новые эмоции, опыт. Классно. Ежегодный турнир по пинтболу «Ядерный удар» в этом году прошел на стадионе «Авангард» в 16-й раз. Соревнования среди сотрудников Рафяцвнеев проводит пинтбольный клуб «Реактор». По традиции на турнир приглашают молодых специалистов, которые только начали карьеру на предприятии. Самые заинтересованные и активные участники в будущем могут присоединиться к команде «Реактор». Нам главное – занять работников Рафяцвнеев, их досуг обеспечить и привлечь к спортивному образу жизни. Ну а если получится, если кого-то вдруг заинтересует, то добро пожаловать к нам. В каждой команде играли по пять человек. Правила в пинтболе простые. Нужно поразить противников шариком с краской, либо дойти до их базы. Игры в рамках турнира получились захватывающими, независимо от опыта участников. Пинтбольная команда «Реактор» участвует в отборах на Кубок России от Москвы. В Нижегородской области это единственная команда, которая вышла на общероссийский турнир. Начиная с мая каждый месяц спортсмены ездят в столицу на различные этапы. В ближайших планах команды – выезд 15 сентября на заключительный пятый этап Кубка России. В холодное время года спортсмены будут тренироваться в помещении и готовиться к следующему году. В новом учебном году Центр внешкольной работы запускает два новых направления – «Юный турист» и «Уроки живой истории». Дети будут изучать родной край и подвиги героев-нижегородцев, получат знания и навыки в туризме. Вязать узлы, раскладывать палатки, ориентироваться на местности – это мусоровских подростков теперь будут учить в Центре внешкольной работы. Благодаря федеральному проекту «Успех каждого ребенка» в учреждении открывается два новых направления. Дети от 12 до 17 лет смогут обучаться в группах по программам «Юный турист» и «Уроки живой истории». Первой наставником для ребят станет Анастасия Евгеньевна Огородникова. Занятия объединят в себе краеведение, туризм и основы физподготовки. Дети не только научатся навыкам организации похода, умению вести себя в походе, умению работать по топографическим картам, а также разовьют в себе такие навыки, как организация активного отдыха, умение вести себя в природе, ну и, конечно, развитие физических качеств – сила, быстрота, воля. Вторая программа включает три блока – историческое краеведение, основы краеведческого пешего туризма, создание медиа-контента. Занятие будет проводить Вячеслав Викторович Лопашов. В рамках уроков «Живой истории» дети будут изучать летопись родного края, подвиг воинов Нижегородского ополчения 1812 года, выбираться на экскурсии, пешие экспедиции. Обе программы рассчитаны на один год обучения. В рамках этого регионального проекта учреждение получило новое оборудование. Оборудование современное для реализации этих программ. Это книжная витрина, ноутбук, многофункциональные устройства, различные палатки, тенты, спальные мешки, портативные радиостанции, костровое оборудование. То есть все, что необходимо для организации туристической деятельности. В классах сделали брендирование, педагоги прошли курсы повышения квалификации. Дети будут заниматься бесплатно на базе Клуба здоровья ЦВР и детского лагеря «Березка». Для реализации программ выделили 90 мест по 45 на каждое направление. Записать ребенка можно на официальном сайте Центра внешкольной работы и в группе учреждения ВКонтакте. В детстве Елена Богданова увидела на стадионе вывеску, на которой были написаны вдохновляющие слова про олимпийцев. Это произвело на Елену большое впечатление и с тех пор в нее закралась мечта стать олимпийской чемпионкой. Она ходила в секцию легкой атлетики, потом баскетбола, но надолго там не задерживалась. На школьных соревнованиях Елену заметил тренер и пригласил ее к себе на тренировки по легкой атлетике. С этого все и началось. Елена не расстается со спортом уже на протяжении более 20 лет. Участвует в различных забегах по городам России. Сейчас она выбрала для себя направление триатлона. В студенчестве у нас в лагере проходили соревнования, там между отрядом соревнований, и там был триатлон. Там плавали 300 метров, потом 5 километров на велосипеде ехали и бежали километры. Мне очень нравилось, как все это проходит. Участвовала в одних соревнованиях, где я проплыла 100 метров кролем еле-еле, 50 метров, и 50 метров уже на спине захлебываясь там доплывала. Думаю, так, Лена, вот как раз момент, когда тебе нужно научиться плавать. Елена обучалась плаванию вместе с тренером. И теперь на соревнованиях по триатлону она показывает значительные результаты. Спортсменка приняла участие в «Айрон Стар» Нижний Новгород 2024 в индивидуальной гонке на дистанции «Айрон Стар» 113, гонка длиной в половину железной дистанции, 1,93 километра плавания, 90 километров велогонка, 21,1 километр бег. Плавательный этап проходил в акватории Грибного канала. Велогонка по центральным улицам города мимо стен Нижегородского Кремля, вдоль набережной реки Волги и главных достопримечательностей города. Беговые маршруты на обновленной набережной Грибного канала. Елена Богданова заняла шестое место в категории женщины 30-34 лет. У Сравчанки уже более 200 стартов. Гармонично везде себя вкладывать в работу. Это определенный период с 8 до 4, до 5. Потом у меня на семью время идет. И вечером у меня идут тренировки. Плавание у меня вообще идет. Самый последний сеанс плавания. Без 15,9 я плаваю, дети в это время уже спят. Чаще всего. Велосипед для триатлона я тренирую чаще всего в 5 утра. Я просто получаю от этого энергию заряд для бытовухи, для обыденных человеческих дел. Благодаря спорту Елена Богданова и путешествует по разным городам. Расширяет кругозор. У Елены девиз по жизни – каждая минута с пользой для жизни. Спортсменка рассказывает, что тяжесть тренировок всегда компенсируется приятным чувством после соревнований. Из всех видов велосипеда и плавниц я перешла к мнению триатлетов, что самое сложное – это бег. И когда тренируешься, некоторые тренировки достаточно тяжелые. Не все легенькие, как казалось бы. И иногда бегаешь, скоростные интервальные тренировки. Бежишь и думаешь, настолько тяжело уже становится. И думаешь, Лена, зачем для тебя это все надо? Потом приезжаешь на соревнования, и вот эта вот эмоция, атмосфера спортсменов, которые заряжены единой целью, спортивным духом. И вот приезжаешь, выступаешь и понимаешь, вот для чего я тренируюсь. В больших планах у Елены Богдановой выйти в следующем сезоне на международный уровень. В Саров приехал десятикратный чемпион мира по международным шашкам Александр Георгиев. Воспитанники секса и шашки детского дворца творчества получили возможность сыграть против прославленного чемпиона и задать вопросы о любимой игре. Александр Георгиев родился в Новгородской области. Он начал заниматься шашками в Ленинградском дворце пионеров. Спортивная карьера развивалась стремительно. Уже в четвертом классе он стал кандидатом в мастера спорта, а в 15 лет мастером спорта. С нашим городом Александр связывают семейные узы. Здесь родилась его мама. Каждое лето я сюда приезжал, иногда зимой приезжал. Вот сейчас я не был, наверное, лет 20 уже здесь, а может не больше 20 лет. И в центре я узнаю. Чемпион пообщался с воспитанниками объединения шашки дворца детского творчества. Он рассказал о становлении своей спортивной карьеры и об участии в различных соревнованиях. Еще будучи юниором, Александр выиграл огромное количество турниров. Сначала он увлекся русскими шашками, но потом тренер уговорил его перейти на стоклеточные. Диапазон вопросов ребят был самый разный, но в центре внимания оставались шашки. Ребята узнали и о первых шагах будущего гроссмейстера, и о том, что главные конкуренты наших шашистов на международной арене – спортсмены из Нидерландов. По окончании беседы чемпион получил подарки от Сародского ядерного центра. Но этим вечером юные шашисты собрались не только для общения с прославленным чемпионом. Был проведен сеанс одновременной игры. Несколько лет назад Александр обновил мировой рекорд по одновременной игре в шашки. Тогда он сыграл на 45 досках. В игре против соревновских шашистов задача была чуть попроще – предстояло сыграть на 24 досках. Некоторые воспитанники соревновской секции шашек готовились к важному поединку с прославленным чемпионом месяцами. Здесь со всеми тяжело играть. Я вижу, что уровень всех очень высокий. И в сеансе тяжело. Поэтому я думаю, что я сейчас проиграю пару партий, но буду все-таки пытаться защититься. После игры чемпион сделал совместное фото с ребятами, ответил на актуальные вопросы о прошедшей игре, а также дал несколько спортивных советов подрастающему поколению. Желательно быть универсальным игроком, но постепенно изучать, как и в других видах деятельности, от простого к сложному. То есть смотреть свой уровень. И вот если, например, какая-то книжка заинтересовала, можно эту книжку почитать. Вот если дети заинтересованы, с ними всегда интересно заниматься. И, конечно, я вижу здесь заинтересованность. Это, наверное, самое главное.